здравствуйте телестудия мы приветствует вас в новом году это первый выпуск 2020 года и в нем мы расскажем о главных событиях января начнем с нашего визита за кулисы новогодней сказки в люберецкий дакат каждую сказку потому что это новое перевоплощение это новая роль это новые эмоции новые какие-то переживания новые герои поэтому мы всегда с нетерпением ждем и хотим поучаствовать в новогодних представлениях которые проходят в люберецком дворце культуры к тому же они пользуются большим спросом что нам действительно очень льстит и нравится и мы понимаем что готовы работать еще все больше и больше с каждым годом добрый вечер вот так встреча я спешила к вам конечно нам сегодня будет не до сна очень вам помочь хочу и всегда я прилечу и спасу любого грызуна ну а сегодня сказка вам окроет дверь и волшебство поверить можешь ты теперь настало время и без сказки пробил час я жду всех вас я жду всех вас я сегодня буду феей всех мышей мышильдой я буду дарить сказку всем детям возможно не узнаете потому что очень достаточно сложный грим но в принципе да может быть иногда я тоже такое бываю в жизни дарящие сказки в общем то немного такая безбашенная фея чуть-чуть но соответственно в общем то добрая достаточно добрая и любящая дарить подарки всем детям а ну-ка вместе с вашими папами мамами бабушками и дедушками громко так как я знаю своих коллег и так как я знаю на что они способны действительно так получилось что очень характерные роли но я знаю что если человек сам жизни такой то и роль получается характерной и яркой и и на самом деле так и получилось и вот это вот у нас миоффициента которая вначале это злость на сцене потом превращающиеся в доброе существо и в принципе екатерина которая играет маленького замечательного мышонка шуршика елена федоровна уже знает изначально кто будет играть какую роль и уже пишет создает костюмы создает какой-то образ также и мы создаем свой образ когда уже начинаем репетировать озвучивать мы уже представляем в голове как это должно выглядеть потому что начинаешь сопереживать героя и какие-то черты также грима уже пытаешься сам рисовать но хорошо что есть какие-то навыки в этом вот и уже это проще намного делать и с удовольствием это делаешь в конце по сказке я буду очень дружелюбной всех любить но в начале это ненависть это злость это зависть какая-то определенная что ты не такая тебя не понимают тебя не понимают у нас сказка про дружку про счастье про гармонию про свою помощь поэтому я надеюсь что у нас тоже получится у зала получится сделать меня доброй ребята из вокальной студии фантазия получили дипломы на международном конкурсе музыка звезд подробности в нашем следующем сюжете конкурс был серьезный проходил в москве называется международный вокальный конкурс музыка звезд ну так мы его выбрали не знаю а стартанули мы просто вот решили попробовать свои силы хотя девчонки такие серьезные они второй класс в школе уже взрослые люди поэтому серьезно занимаются тренируются дом работают над собой даже вот танцевать начали учиться уже музыка 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 Мы считаем, что для вокалистов должен быть артистом во всем. Мы даже пытаемся такие микротренинги актерские проводить, это нам очень нравится. Но чтобы раскрепоститься, все-таки эмоции должны быть. Мы немного ошиблись в танце, но мы сделали так, чтобы никто не увидел, что мы ошиблись. То есть вы не показывали, не показывали мы, что мы ошиблись. У нас, когда мы немножечко так ошибались, мы делали лицо, что мы не ошибаемся. Мне очень запомнилось, когда жюри начали называть нас на третье место и на второе место. Мы сначала как-то забоялись выходить, но потом нас Юлия Анатольевна подогнала, и мы вышли на сцену забрать третье место. А потом уже на второе место мы уже спокойно вышли. Мне очень нравилось, как мы быстро пытались переодеться на вторую песню. Мне очень это запомнилось, что мы все просто бегом-бегом переодевались, а потом еще время осталось. Осталось. Вверх-вниз, вверх-вниз. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч на нашем YouTube-канале. Пока! Субтитры подогнал «Симон»